Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировчане хранят в банках более 200 миллиардов рублей. Данные на 1 июля 2023 года приводит пресс-служба отделения Киров и Волговятского главного управления Банка России. Всего на вкладах и прочих счетах, в том числе «Эскроу», у жителей региона лежит 203 миллиарда 700 миллионов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Значительная часть размещенных средств вклады в рублях. Их доля превышает 97%. «Экономика». На проект капремонта путепровода Новоровского потратят 14,5 миллионов рублей. И такова начальная цена контракта. Конкурс на разработку проектно-сметной документации для капремонта путепровода через железнодорожные пути на улице Воровского размещен на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает дирекция благоустройства Кирова. Заявки на участие в торгах принимают до 4 сентября. Итоги конкурса подведут 7 сентября. Победитель должен будет подготовить проект до января 2025 года. Отмечу, длина путепровода составляет 136 метров. После капремонта расчетная скорость движения транспортных средств должна будет увеличиться с 20 до 40 километров в час. Сам ремонт планируют провести в 2025 году. В эфире «Экономика». Зарегистрирован товарный знак «Вятская Кикимора». Сообщение из Роспатента о том, что такой товарный знак одобрен, пришло на днях, рассказала координатор проекта «Вятская Кикимора» Анна Чибрина. Соответственно, права на него теперь принадлежат компании «Городские истории», сообщает газета «Бизнес-новости» в Кирове. Напомню, что год назад в Кирове в излюбленных у горожан пешеходных местах установили семь бронзовых фигурок. Каждая из них символизирует какую-то ценность – любовь, здоровье, семью, богатство и так далее. Поиск всех семей Кикимор – своеобразный квест. А недавно появилась сувенирная продукция с изображением вятских Кикимор. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».